Номан Чирибиджихан уникальный политический деятель, первый председатель правительства Народной Республики Крым, организатор первого курултая крымско-татарского народа, первый избранный муфтии Крыма. Обратили внимание? Первый, первый, первый. В это время для крымских татар рождалось что-то новое и очень важное. Чтобы понять, кто такой был Номан Эфенде, нужно представить его жизненный путь. Родился он в знатной, но обедневшей семье, образование в которой, кстати, тем не менее, занимало важную часть жизни. И это стремление к просвещению привело его в Занджилу-Медресе в Бахчисарае, обучение в котором уже претерпело серьезные инновации со стороны Исмаила Гаспринского. Вообще общий вклад реформы образования Гаспринского в наш народ нам еще только предстоит осознать. Именно здесь, в Занджилу-Медресе Номан Чирибиджихан окончательно сформировался как человек мыслящий. Далее он попадает в Турцию, где становится ярым сторонником пантюркизма. К нему приходят идеи создания демократического государства в Крыму, конституцию которой он тут же пишет, окончательно сформировавшись как политик. Стремление познать человека и его психику приводит Номана в Питер, но из-за банального отсутствия денег закончить учебу не получается. Номан возвращается в Бахчисарай и устраивается на работу в газету Терджиман, где начинает плотное сотрудничество с Исмаилом Гаспринским. Нужно отметить, что сам Исмаил Ага симпатизировал молодому политику, отмечая в нем яркий, прогрессивный ум и очевидный талант красноречию. По воле судьбы Номан попадает в армию и уже во фронтовых окопах Первой мировой войны пропитывается революционным духом и желанием перемен политического встроя в родном Крыму. Тем временем пожар крестьянской революции разгорается по всей Российской империи, которая несет в себе грабеж и тотальный беспредел. Крым становится таким островком старого и стабильного мира и безопасности, поэтому вопрос о его защите становится сразу. Из числа крымчан формируется крымский полк во главе с Джафером Сейдометом, который охраняет северные рубежи Крыма. Конечно, такая публичная яркая деятельность Номана не всем нравилась и дело за арестом не встало. Надо сказать, что огромная масса людей высказались в поддержку Номана и вышли на улицы, тем самым вынудив его отпустить. Но угроза Красного террора никуда не делась. Вся Россия утопает в беспределах и грабежах, и Номан Чилибиджихан принимает решение выступить с лозунгом «Крым для крымцев», подразумевая не только крымских татар, но и все многочисленные нации, которые проживали в то время в Крыму. Давние идеи Номана о создании демократического государства дают свои результаты, и народ Крыма выступает с поддержкой его идей. Все эти усилия были направлены для защиты Крыма от страшной угрозы большевиков. Другие силы видели в Номане прямую угрозу. Благодаря его красноречию поддержка народа росла, что явно тревожило. Второй арест был очевиден, и в этот раз его закрыли далеко-далеко в Севастополе, подальше от народа. Его допрашивали, пытали, в нем видели человека, который способен построить националистическое свободное государство. В то время суды решения принимали быстро, и этот случай не стал исключением. Всех противников идеала большевиков расстреливали. 23 февраля 1918 года Нуман-Шилибиджихан был расстрелян, растерзан и выброшен в Черное море. Его пророческие строки «Ант-Эткенмен», «Сёсбергенмен», «Милет и Чон-Ольмеге» сбылись. Образовательная реформа Исмаила Гаспринского сотворила чудо. На выжженной земле, которая сто лет не давала никаких плодов, выросла целая плеяда выдающихся людей, которые заново поставили вопрос, кто мы и зачем мы пришли в этот мир. Стремление к познанию, интерес к окружающему миру, новаторство в обучении смогли разбудить в спящем народе желание жить и быть, строить новое и возрождать былое. Сегодня мы смотрим в зеркало прошлого и не делаем выводов. Нам достаточно окружить себя благами, жить во имя этих благ. Мы не задаем себе вопросы, мы не ищем ответы, мы даже молчим на чужом языке. Мы забываем свой язык, а вместе с ним уникальное культурное наследие, которое формировалось не одну тысячу лет. Сегодня мы не смотрим контент на родном языке. Нет видео на этом канале, под которым бы кто-то не написал «Делай контент на крымско-татарском родном языке». Я-то делаю, а для кого? Кто будет это смотреть? Кто вообще поймет, о чем речь? Возьмите самый популярный медиапортал Кромиан Татарс. На русском языке 72 тысячи подписчиков, на крымско-татарском 784. Подписчика. В среднем просмотров по 50 человек на одно видео. Крымско-татарская аудитория в 10 раз ниже русскоязычной аудитории среди крымских татар. Мы можем сделать вывод, что только 10% наших соотечественников подписаны на родной контент, а смотрят его еще меньше. Вот наша правда сегодня. Вот наше реальное положение дел. Посты тандырной самсы набирают тысячи лайков, а крымско-татарский деятель и сотню не наберет. Мы проедаем свое наследие. Прямо сейчас мы обязаны задуматься, в какую область интересов мы скатываемся. В противном случае мы превратимся в чебуречный народ, единственной ценностью которого останется Кохосычи Хармак – Байрамычун. 23 февраля 2023 года будет 105 лет со дня смерти Нумана Череби-Джихана. Аллах рахмет елесын!